МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней» сегодня вы увидите. Более семи часов длился открытый диалог президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с прессой, во время которого журналисты задавали вопросы и высказывали свои мнения по разным направлениям. Глава государства высказал надежду, что встречи с представителями СМИ, в том числе и региональными, будут продолжаться. В Агрогородке «Мир» прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Барановичского района. Лучшими из лучших было присвоено звание «Человек года», а также вручены грамоты и благодарности районного исполнительного комитета и облсполкома. Наладят освещение и обустроят прибрежную зону. В Барановичском районе полным ходом идут работы по реконструкции дамбы на водохранилище «Мышанка». В Барановичском ледовом дворце прошел второй этап первенства Республики Беларусь по фигурному катанию «Звездочка». Лучшие результаты на этих соревнованиях показали юные спортсмены Минской и Пружанской школ фигурного катания. А теперь об этих и других темах подробнее. Более семи часов длился открытый диалог президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с белорусскими и зарубежными журналистами. 29 января во Дворце независимости состоялась пресс-конференция главы государства, в которой приняли участие 260 журналистов из 152 газет, 16 информационных агентств, 3 интернет-изданий, 41 радиостанции и 26 телеканалов. Регионы Беларуси представили 142 журналистов, в том числе съемочная группа телекомпании «Индекс». Нынешняя пресс-конференция прошла в новом формате, как открытый диалог, во время которого журналисты задавали вопросы и высказывали свои мнения по разным направлениям. Формат встречи президента с журналистами в этом году будет отличаться. Об этом стало известно уже накануне ее проведения. «Это должен быть не вопрос-ответ, а диалог», – сказал президент. Обращаясь к присутствующим, запретных вопросов нет. В течение 7 часов было задано около 40 вопросов. Они касались самых различных тем. Внешней и внутренней политики Беларуси, экономической и финансовой ситуации в стране, диверсификации экспорта, кадровой политики и заработных плат, проблемных вопросов в строительстве и ЖКХ, коррупции, реагирования госорганов на критику СМИ, общение чиновников с журналистами. Разговор касался украинской тематики и в целом проблематики обеспечения безопасности и мира. Речь шла и о сотрудничестве с Россией, взаимодействии в рамках интеграционных структур, в том числе о союзном государстве, Евразийском экономическом союзе, а также об отношениях с Западом. Александр Лукашенко особое внимание уделил сотрудничеству с Китаем, а также многим другим темам. Говоря об экономике, президент убеждал присутствующих, что ни в коем случае никто не хотел вновь девальвировать белорусский рубль. Никто не собирался это все результат и внешних факторов, и внутренних, созданного ажиотажа самими людьми, девальвации российского рубля и войны в соседней стране. Вот говорят, зарплата у нас уменьшилась в связи с девальвацией. Если в доллар переводить, да, но не надо сравнивать с теми временами, когда у нас пропорциональные цены росли. У нас цены не растут пропорционально. Поэтому хотите в долларах посчитать зарплату, посчитайте. Но зарплата для того, чтобы жить соответствиями с ценами в нашем государстве. Цены мы взяли под контроль. Вы видите, где больше, где меньше, но мы все-таки держим эту ситуацию под контролем, и мы не видим уж таких больших волнений по поводу того, что мы контролируем ценообразование. Тем более делаем это разумно. И только что я об этом сказал. Если есть где-то процесс вымывания некоторых видов товаров, на это надо обратить внимание. Мы проконтролируем. У нас есть на это определенные рычаги, есть структуры. Это мы сделаем. Поэтому не надо меня тут подталкивать к тому, что вот в долларом эквиваленте зарплата упала. Ну и что? Вот если цены на 30% или 40% вырастут, вот тогда это вопрос. Тогда действительно падение благосостояния людей. Что касается, очень правильно вы сказали, по поводу опережающего роста производительности труда над заработной платой. В этом году мы наконец-то добились того, что производительность труда у нас выше, чем заработная плата. Я допускаю, это возможно. Некоторые государства на короткий какой-то промежуток времени допускали того, что зарплата была чуть выше, опережающими темпами росла, чем производительность труда. Но у нас это непозволительно долго затянулось. Буквально на 4 или 5 лет. Это ненормально. И сейчас мы привели это в соответствие. Чего бы ни стоило, нам надо удержаться. Нам надо это удержать. Это нужно для нас. Это основной закон. Если мы будем съедать больше, чем мы произвели, в денежном выражении, естественно, ну так какая будет экономика? Мы этого добились, мы будем терпеливо к этому относиться. Это не значит, что зарплата не будет расти. Мы же не регулируем заработную плату по всей стране. Есть у предприятия доходы, большие доходы. Пожалуйста, есть порядок, платите заработную плату. Никто не будет сдерживать. Мы говорим о бюджете, о госслужащих. По госслужащим я сказал. Где-то найдем, добавим. Нас народ за это не осудит, потому что все видят, что госслужащие у нас сегодня обижены. То же самое по бюджетникам. Это зона ответственности бюджета. Но только принцип один. Есть деньги, платим. Нет денег, надо потерпеть. Никакой тут вот такой политики, популистской, электорат, не электорат, выборы, не выборы, не будет. Я уже об этом определенно сказал. Тем более станок. Слушайте, мы уже забыли, где этот станок стоит. Поэтому это абсолютно исключено, чтобы мы включили станок и начали печатать деньги. А потом это же выплеснется буквально, ну максимум три месяца, и все это выплеснется на рынок. И никакой Павел Калаур с Матюшевским не удержат потом те процессы, которые мы пережили за последнее время дважды. Мы не хотим наступать на эти грабли еще раз. Надо где-то успокоившись выдержать вот это направление, как это сейчас сложилось по поводу производительности зарплаты, и навсегда жить таким образом. Получили больше денег, больше зарплата. Нет денег, нет зарплаты. Что касается зарплат в конвертах, согласитесь, это явление ненормальное. Социальную ответственность надо нести. Надо социальные вопросы содержать. И эти деньги, Марьяна Кендиновна, фонд социальной поддержки населения поступает так, как. Интересовал журналистов вопрос, не ожидается ли в Беларуси новой модели развития в экономике и политике в связи с ситуацией в соседней стране, на что президент однозначно ответил – нет. Ну, кто бы мог подумать еще год назад, или, может, полтора года назад, что наши родные братья столкнутся в кровопролитной войне, где тысячи людей гибнут. Никто не мог подумать. То есть мир становится более непредсказуемым. Многие в Беларуси, как вы сказали, не знаю, многие или нет, захотели вдруг перемен. Вы знаете, стремление человечества, отдельных обществ и отдельных людей к переменам живет у нас в крови. По-моему, это так. Вот нам хочется перемен, никаких там застоев и так далее, движения вперед. Прекрасно. Если бы этого чувства у людей не было, мы, наверное, бы застыли, извините за тавтологию, застой. Поэтому это естественно. Но я, как глава государства, отвечающий за миллионы людей, в том числе это же повлияет и на соседей наших определенным образом, не имею права поддаваться подобным эмоциям. Я тоже хотел бы перемен, но всегда задаю себе вопрос. И это главное при ответе на ваш вопрос. Удивить я могу любой моделью, но готовы ли вы переварить эту модель? Готовы ли общество к тем великим новациям, которые могут предложить политики, в том числе и я? Думаю, что не всегда. При этом я хочу, чтобы вы помнили, моделей не слишком много. Мы их знаем. И та модель, которая была у нас, с вами и существует, мы отнюдь не отказываемся от этой модели, но ее называют несколько социально ориентированной моделью. То есть в центре стоит человек, мы от нее ни в коем случае не отказываемся. И я от нее не откажусь до конца своего президентства. Это будет неправильно. Мы эту модель нащупали, мы эту модель создали, мы этот путь определили, и по нему надо идти не шарахаясь, особенно в период кризиса. Если бы у нас было все спокойно, как в хорошие годы, не было бы кризиса у нашего порога, в том числе военного, все тихо, спокойно, и вдруг народ почувствовал неудовлетворение, почувствовал неудовлетворение, сказал, ну, как-то надоело с этой моделью жить, как брежневские застойные времена. Ну, вот надоело, и все, давай перемены. А сейчас прошло несколько десятков лет, что говорят о брежневских временах, что это были лучшие времена Советского Союза. И, знаете, я скажу непопулярную вещь, хотел сказать, чтобы это не было доступно, может быть, всему обществу, но поскольку я забыл просто у нас про мой эфир, наверняка услышно, тем не менее скажу. Это расхожая фраза, ее публично политики не говорят, и я тоже, но это расхожее понимание. Наш народ не пережил тех бед, того горя, которые пережили наши соседи и наши братья в бывшем Советском Союзе. Мы как-то, Господь нас уберег от этой нищеты, вы напомнили те времена, когда президентские первые выборы состоялись, многие в этом зале помнят, что было с нами и что было у нас. В магазин мы заходили как в пустыню, у нас не было ни поесть ничего, у нас на руках были талончики, которые трудно было обеспечить каким-то товаром. Я это все помню, и вы тоже отчасти помните, и кто помоложе, родители вам могут рассказать. И мы как-то вот с тех пор потихоньку, карабкаясь, отрывая от лекарства, от чего угодно, восстанавливали нашу экономику. Была такая, был расхожий такой тезис, запустить предприятие. Оппозиция так называемая, все посмеивалось с меня, куда уже дальше запускать, уже так запущены, что темная ночь, но мы их подняли с колен. Мы то, что было, то лучшее, что нам осталось от Советского Союза, от той экономики, мы подняли с колен, потому что другого у нас не было. Там реформаторов было много, которые призывали сделать, как в России, сделать, как сейчас в Украине, но теперь-то мы умные. Теперь-то многие понимают, что мы ни в коем случае не должны были идти тем путем обвальной приватизации, ибо мы породили бы олигархический у нас капитализм, как его называют, и мы бы имели все последствия этого капитализма. Тогда на это я не пошел и был в одиночку. Меня били слева-справа, спереди и сзади, где только возможно. И журналисты меня не понимали. Были единицы, которые были на моей стороне. Теперь-то вы понимаете, что мы правильно тогда поступили. Да, не без проблем, и сегодня проблем достаточно, но они порождены не нами. Это не потому, что я отмазываюсь от того, что вот вы знаете, я не виноват. Нет, я за все отвечаю, я виноват. Но вы прекрасно понимаете, если вы объективны, что вот нынешнее состояние, да и прошлый кризис, он был внешним, тогда мировой. Сейчас больше мир, кстати, не вышел из кризиса. Да, Америка немножко там задышала, Китай более-менее, все остальное у нас еще не поднялось. И добавилась, вот как вы правильно сказали, беда, кризис наших соседей, с которыми мы исторически, экономически и финансово связаны. Не успели встать на ноги, как опять обвал. И мы этому подвержены, потому что у нас такая страна, открытая, у нас экспортоориентированная экономика. Другой нет, у нас нет столько нефти, и нет природного газа, других сырьевых ресурсов, чтобы их можно было экспортировать, создать подушку мощную безопасности. У нас экономика такова, что нам везде, в каждом уголке мира, поверьте, я объездил весь мир и знаю, приходится конкурировать. Белазы, ну, к счастью, мы 33% мирового рынка держим, и это говорит о том, что мы чего-то можем, но остальной рынок занят Катерпиллерами, Камацу там и так далее, и они же не хуже наших, Белазы, и нам приходится где-то понижать цену, а значит, жить беднее, чтобы удерживать рынки, конкурировать, и сохранить это предприятие. Мазы, Мерседесы, Ивека, Вольва, и так далее, КамАЗ, море автомобилей, и нашему Мазу приходится конкурировать с ними, для того, чтобы продать свою продукцию. Тракторный завод, я гиганты только называю, Гомсельмаш, у нас что, мы единственные в мире, которые производят тракторы, и сельхозтехнику, да нет, да нет, нам пришлось догонять тех же американцев, немцев по этим продуктам, продукции, чтобы выйти на какой-то уровень, сохранить коллективы, хотя бы зарплату людям платить. Уважаемые зрители, специальный репортаж о пресс-конференции президента Республики Беларусь Александра Лукашенко выйдет в эфир в воскресенье, 1 февраля, в 18 часов 5 минут, и в 21.10. В Агрогородке Мир прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Барановичского района. Лучшим из лучших было присвоено звание Человек-года, а также вручены грамоты благодарности районного исполнительного комитета и облсполкома. Более 300 гостей из разных уголков Барановичского, а также соседних районов собрались в зале Дома культуры Агрогородка Мир, чтобы поздравить коллег с праздником. Многие, кто был в этот день в зале не один год, проработали на благо экономики и социальной сферы. В частности, герой социалистического труда Александр Митрофанович Бабко, который был в этот день награжден званием «Почетный гражданин района». Также в этот день 12 работников различных предприятий и организаций получили почетное звание «Человек-года». Среди них не только руководители, но и простые труженики. Водитель ДРСУ номер 24, врач общей практики, продавец, лаборант, медсестра. Все эти люди совместными усилиями делают так, чтобы в каждом уголке района было комфортно и уютно жить. Приятно отметить, что качество жизни с каждым годом становится лучше. Безусловно, получается все нелегко, но когда-то было намного сложнее, вспоминает бывший руководитель колхозов «Красное знамя» и «Заря Николай Якубец». Если вспоминаете послевоенные годы, 50-е, 60-е годы, конечно, в основном там преобладал ручной труд. Сейчас никакого сравнения нет. Сейчас везде техника, автоматика и в животноводстве, и в других отраслях. Если взять, допустим, 60-е годы и 70-е, урожайность была где-то 20-30 сантиметров гектара, то сейчас это под 100-100 сантиметров гектаров урожайность зерновых. Да и области животноводства. Раньше это был прогресс, надоест на корову 3-3,5 тысячи литров молока, это, конечно, был успех. Сейчас это уже никакой сравнение. Сейчас 9-8-10 тысяч молока надавают от коровы. Желал бы держать темпы роста во всех отраслях сельского хозяйства. Главное, чтобы было во всех здоровье хорошее и успехов. В год молодежи большое внимание было уделено и роли молодых людей, работающих в районе. К слову, с каждым годом после распределения остается все больше юношей и девушек работать в различных отраслях Барановичского района. Молодежная политика в Барановичском районе занимает особое место и районный комитет БРСМ у нас в Ресской области за последние три года постоянно на слуху. победители конкурса властелин села областного из Барановичского района участники семья Абрамовичей птицфабрики Дружба в прошлом году второе место на республиканском этапе конкурса властелин села крепкое хозяйство христианско-фермерское хозяйство Панские пруды Бокач Павел Иванович представлял на съезде всю работу сельской молодежью которая проводится общественным объединением БРСМ то есть он держал отчет можно сказать за всю область перед делегатами съезда и достойно был представлен по проводимой работе по проводимым мероприятиям и так много различных направлений то есть мне приятно сегодня поздравлять жителей района с праздником сказать что вы гордились своей малой родиной Барановичским районом и вообще сейчас такие декабрь январь такие торжественные мероприятия и в области проходили мероприятия посвященные образованию области поэтому всех с праздником всем успехов в работе дальнейшего процветания Барановичскому району на торжественном мероприятии грамотами и благодарственными письмами райисполкома и Брестского областного исполнительного комитета были награждены те кто внес значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона в своем торжественном обращении к жителям района и гостям председателя райисполкома отметил, что за 75 лет очень много было сделано в районе работающими здесь людьми еще больше предстоит 2015 год завершит программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы поэтому придется отчитаться за то как сработали насколько успешно реализовали цели задачи которые стоят на следующий год перед всеми хозяйствами нашего района непростые однако достигнутый уровень производства созданная материально-техническая база имеющийся потенциал позволяют с уверенностью говорить о том что поставленные цели будут достигнуты следующий год конечно для нас будет значимый 15-й год первое это вот то что мы празднуем 75-летие нашего образования района затем 70 лет Великой Победы это серьезный праздник мы должны у нас уже горстка осталась тех людей ветеранов Великой Отечественной войны участников войны лиц приравненных к этой категории конечно им надо уделить особое внимание они уже многое не требуют это люди которые у нас авторитет авторитет для нас всех и подражания для подрастающего поколения и конечно же после праздников празднования победы следующий этап конечно это важное политическое мероприятие выборе президента нашей страны поэтому год будет насыщенный это последний год пятилетки если в целом смотреть то мы по всем показателям пятилетку закроем нам надо кое-что очень серьезно подтянуть вот в пятнадцатом году с учетом этого мы ставим себе такие серьезные задачи чтобы вот это все выполнить и сделать ну в конце хочу всех поздравить с 75-летием района здоровья удачи успехов добра и счастья и благополучия ну и конечно роста каждое и во всем конечно и в заработной плате но это будет зависеть от нас всех вот как мы будем выполнять то что мы перед собой ставим здесь конечно заложенный рост заработной платы в этих задачах и все остальное благосостояние каждого из нас поэтому с праздником удачи и успехов в барановическом районе продолжаются работы по реконструкции дамбы водохранилища на реке мышанка помимо укрепления плотины проектом предусмотрено благоустройство прибрежной зоны о том на какой стадии находятся работы и когда завершаться в нашем следующем сюжете в минусовую температуру здесь за городской чертой кажется еще более холодно в другое время такой морозец выманил бы на лед ни одного барановического рыбака но после экстренного спуска вод водохранилища осталось только старое устье реки мышанка решение о реконструкции дамбы было принято в прошлом году когда в ходе одной из проверок выяснилось что она находится в аварийном состоянии за 50 с лишним лет в дамбе образовались промойны и другие изъяны конструкция могла не перезимовать поэтому в кратчайшие сроки был одобрен проект о реконструкции дамбы и уже в ноябре прошлого года водохранилище на реке мышанка экстренно спустили во-первых раскрытие трещин была великая где-то пошли на откосах уже начали плиты оплывать но это недопустимо сделали заключение эксперты что оно в аварийном состоянии требуется реконструкция усиление делали несколько вариантов проектов либо строить либо реконструкцию но пришли к выводу что оптимальный вариант сделать реконструкцию по предписанию МЧС когда принималось решение по реконструкции озера Нышанка дамба находилась в аварийном состоянии поэтому в экстренном порядке были приняты решения проектная организация Полесья гидроводхоз выдала проектную документацию очень оперативно и на сегодняшний день то что поставлено в план в план работы выполняется в полном комплексе нормативный срок строительства 7 месяцев на сегодняшний день выполняется так называемая первая очередь проекта она предусматривает реконструкцию плотины и водосбросного сооружения благоустройство пляжной зоны и налаживание освещения для ремонта плотины Мышанку пустили по дополнительному руслу для этого по обе стороны водосбросного сооружения распределены иглофильтровые установки они понижают уровень грунтовых вод и позволяют рабочим беспрепятственно заниматься ремонтом плотины на данном этапе выполняются строительно-монтажные работы по реконструкции водохранилища Мышанка объемы выполняемых работ согласно графикам введутся в срок субподрядные организации ПМС Ивацевич и самые ответственные работники с которыми мы сталкиваемся на объекте находится 23 человека это полный состав который необходим для выполнения данных видов работ то что включено в первую очередь строительство уже было сказано что это очистка прибрежной зоны устройство пляжной зоны реконструкция самого водосбросного сооружения и устройство защитных сооружений по дамбе железобетонные конструкции шлюза укрепят монолитным бетоном откосы дамбы выложат плитами по завершении ремонтных работ бригада приступит к благоустройству пляжной зоны на этом этапе предусмотрено строительство парковки для отдыхающих и причала для двух спасательных катеров скорость выполняемых работ во многом зависит от погодных условий которые пока что складываются очень удачно сдача проекта рассчитана на 20 числа мая и уже к началу купального сезона водохранилище на реке Мышанка скорее всего заполнят водой а теперь напомним о других событиях этой недели заместитель председателя общественного совета при МВД Валерий Гайдукевич с рабочим визитом посетил наш город основной целью его поездки стало ознакомление с условиями содержания заключенных в СИЗО 6 в том числе и по статье 328 за незаконный оборот наркотических средств акция открытый диалог белорусская железная дорога предлагает новую форму общения с пассажирами расписание движения поездов подорожание билетов а также периодичность движения пассажирских составов в Украину эти и другие вопросы жители и гости нашего города смогли задать во время проведения акции в рамках рабочей встречи совета отдела образования спорта и туризма директорам учреждения которых победили в зимнем конкурсе новогодняя метелица были вручены дипломы и благодарности как грамотно использовать современные технологии для озеленения школьных дворов об этом и не только узнали участники семинара который прошел в Барановичском экологическом центре для творчества нет преград в территориальном центре социального обслуживания населения города Барановичи прошел концерт в котором приняли участие необычные артисты молодые люди с ограниченными психофизическими возможностями до вступительной кампании еще далеко но абитуриенты уже активно готовятся к централизованному тестированию около 300 человек пришло на репетиционное тестирование по русскому и белорусскому языкам которое было организовано на базе Барановичского государственного университета об особенностях этой процедуры и ее новостях в материале наших корреспондентов централизованное тестирование ответственное и волнующее событие для каждого абитуриента основательная подготовка к этой процедуре позволяет обрести уверенность в своих силах В этом году абитуриентов на репетиционном тестировании больше, чем в прошлом с чем это связано? В первую очередь тем, что ребята стали лучше готовиться ребята понимают, что в высшее учебное заведение поступить труднее становится чем предыдущие годы и мы наблюдаем такой приток абитуриентов Вот за ноябрь, декабрь и январь уже месяц к нам пришло где-то порядка 800 абитуриентов и в сумме они выполнили больше, чем 1700 тестов Результаты тестирования начиная с этого года ребята смогут узнать только на сайте Института контроля знаний такое введение в этом году Для чего это сделано? Для того, чтобы каждый сам абитуриент только смог узнать свои результаты баллы, которые он получил по всем предметам Республиканский институт контроля знаний рекомендует абитуриентам участвовать во всех трех этапах репетиционного тестирования Это позволит не только проверить уровень знаний по выбранной для поступления учебным предметам но и познакомиться с тематикой тестовых заданий приобрести технические навыки заполнения бланка ответов лучше психологически подготовиться к предстоящим вступительным испытаниям Я пришла на репетиционное тестирование чтобы проверить свои знания подготовиться психически просто к централизованному тестированию и вообще знать, что мне надо повторить то, что какие-то заминки есть Пришла с дочерью, чтобы ее поддержать потому что очень волнуется а это хорошая подготовка к централизованному тестированию Я сегодня пришел сюда для того, чтобы попробовать свои силы посмотреть, какой сложности задания будут и вообще, чтобы научиться Я приехала сегодня, чтобы сдать пробное тестирование по русскому языку Я приехала уже в третий раз до этого я сдавала историю Беларуси и биологию но я думаю, что лишняя подготовка мне не помешает По нашим наблюдениям за тем, как проходит централизованная тестирование те ребята, которые были на РТ они знают, как распределить свое время как правильно заполнить бланки ответов в конце концов, что нужно писать печатными буквами и обязательно взять с собой гелевую ручку вот эти все тонкости они способствуют тому, что на АЦТ потом дети меньше нервничают и, как правило, результаты их выше что и говорить, гораздо проще справиться с заданиями когда уже обладаешь элементарными навыками заполнения бланков знаком с тематикой тестовых заданий и есть возможность пополнить пробелы в знаниях после репетиционного тестирования кроме того, не лишним будет ознакомиться и с нововведениями предусматривающими изменения в заполнении бланка ответов репетиционного тестирования они введены с января этого года также введением является то, что в бланке ответов каждый абитуриент должен будет ввести свой трехзначный числовой личный код для чего нужен? для того, чтобы узнать результаты на сайте Института контроля знаний надо будет ввести номер паспорта серию паспорта фамилию, имя, отчество, название предмета и также в качестве подтверждения этот трехзначный числовой код поэтому всем абитуриентам мы настойчиво рекомендуем его заполнить либо записать куда-то для того, чтобы они его не забыли второй этап репетиционного тестирования продлится до февраля третий пройдет в марте-апреле именно весной наблюдается большой поток абитуриентов которые хотят проверить свои знания в Барановском университете в такие дни регистрируются до тысячи человек в день Традиционно сложилось, что наибольшее количество абитуриентов нам приходит в марте и в апреле месяце до тысячи человек в день у нас было в прошлом году но мы настойчиво рекомендуем абитуриентам не тянуть до весны а вот использовать зимние месяцы январь-февраль для того, чтобы увидеть свои результаты посмотреть, обратить внимание на те темы, которые нужно подтянуть пробелы какие-то устранить да и самая важная задача репетиционного тестирования это методически подготовиться абитуриенту к тому, чтобы его пройти в этом учебном году абитуриентов на репетиционном тестировании в Барановичах больше, чем в прошлом некоторые проходят тест по одному предмету несколько раз такая возможность у абитуриентов тоже есть главное, обрести уверенность в своих знаниях и смело стремиться к цели уже больше года общественная организация милосердия ведут совместную работу с исправительными учреждениями милосердия готова поддержать в трудную минуту и помочь тем, кто оказался в местах ограничения свободы для осужденных исправительного учреждения открытого типа номер 52 благотворительная общественная организация совместно с заключенными организовала концерт на котором побывала и наша съемочная группа в исправительном учреждении открытого типа номер 52 нашего города на данный момент отбывает наказание 90 осужденных совершивших менее тяжкие преступления и получивших наказание до 5 лет ограничения свободы как отметил исполняющий обязанности начальника исправительного учреждения совместная работа с благотворительными организациями позволяет уменьшить количество нарушений режима во время отбывания наказания многие из них только находясь в местах отбывания наказания задумываются о своей жизни и ценностях окружающего мира активную работу для социализации человека в обществе его воспитательного процесса оказывает благотворительная общественная организация «Милосердие» с этими лицами проводится всяческого рода воспитательные мероприятия также большую роль помогают нам миссия «Милосердие» внесла свою лепту осужденные еженедельно выезжают в деревню Волохва где там проводятся концерты это вот кстати организовывает это все миссия «Милосердие» по понедельникам они там посещают посещают тоже миссию «Милосердие» они там как говорится общение за чашкой чая осужденные которые скажем положительно себя ведут и разрешен выход за пределы учреждения разрешается также разрешаются выезды за территорию Барановского гарнизона уже более года общественные организации «Милосердие» ведут совместную работу с исправительными учреждениями организация существует более 4 лет за этот сравнительно небольшой срок для многих кто отбывает наказание члены организации стали друзьями и членами семьи они готовы поддержать в трудную минуту и помочь тем кто оказывается в местах ограничения свободы работа ведется постоянно и имеет положительный аспект многие уже успели наладить отношения со своими семьями и ждут окончания срока чтобы начать нормальную достойную жизнь мы приехали для того чтобы вместе с осужденными провести акцию которая бы поменяла их внутренний мир которая бы расширила их знания о том что есть любовь есть новая жизнь есть жизнь в семье жизнь с Богом более 10 осужденных приняли активное участие в подготовке концерта продемонстрировав свои творческие способности для Александра который отбывает наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года роль ведущего непривычно в жизни применяет первый раз но уже сейчас он активно возвращается к нормальной жизни и верит в победу над своими ошибками находясь вдалеке от своей сестры он проявляет заботу о ней и ее детях верит что сможет вернуться к нормальной жизни и большой вклад в его адаптацию принесла организация милосердия Данное мероприятие оставляет у меня позитивные чувства положительные эмоции оно как бы вселяет у меня оптимизм положительную энергию хорошие положительные перспективы на будущее по большему таких проводилось мероприятий люди как-то бы думали о хорошем как наладить свою жизнь и решение в этом стена обучивая на свободе обзавестись семьями обзавестись детьми найти хорошую достойную работу но бездательным словом направлены членами общества нормальной выгодной полном смысле этого слова судьбы людей оказавшихся заложниками своих слабостей к сожалению объединяет слово наказание кто-то попадает в колонию впервые а есть и те кто долго не может найти себя в этом мире и оказываются там очень часто Дмитрий родом из города Минска уже имеет семь судимостей молодой и творческий парень автор песен собственного сочинения вновь оказался на скамье подсудимых и отбывает наказание но любовь к музыке вера в себя позволяет ему создавать настоящее произведение которые не могут оставить людей равнодушными спустя какое-то время эти люди станут полноценными членами нашего общества и для того чтобы они смогли быстрее адаптироваться стать полноправными членами общества и никогда не вернуться на скамью подсудимых и работает общественная организация милосердия и этот концерт организованный по ее инициативе еще одно напоминание что всегда есть люди которые готовы помочь в барановичском ледовом дворце прошел второй этап первенства республики беларусь по фигурному катанию звездочка лучшие результаты на этих соревнованиях показали юные спортсмены минской и пружанской школу фигурного катания соревнования по фигурному катанию среди юношей и девушек звездочка проводится ежегодно с 2003 года и является одним из главных стартов сезона для перспективной молодежи страны в данном виде спорта первенство республики проводится в три этапа победители которых традиционно выходят на столичный лед и тогда определяются не только самые лучшие юные спортсмены но и самая лучшая школа фигурного катания в стране в барановичи приехали показать свое мастерство около 200 юных спортсменов из Минска Бреста Витебска Гомеля Березы и других городов республики очень приятно что барановичи в четвертый год четвертый сезон подряд принимают детские соревнования республиканские звездочка вы даже не представляете насколько эта почетная миссия выпадает этому городу ну начнем с того почему вы умеете проводить очень приятно очень все хорошо организовано и очень все на высоком уровне последние 10 лет эти соревнования звездочка которых проводится три этапа и финал каждый сезон потихонечку потихонечку вырастают и с ними вырастают очень хорошие спортсмены с барановичскими ребятишками уже шестой год занимается тренер Роман Федоров его подопечные уже четвертый год участвуют в республиканском турнире и уже сейчас введен заметный прогресс в их технике и хотя никто из них не добрался до призовой тройки большая подготовительная работа этих ребят очевидна с каждым годом этот красивый вид спорта привлекает все больше и больше детей с одной стороны они испытывают удовольствие от катания на льду с другой получают хорошее физическое развитие и развиваются всесторонне я занимаюсь пять лет фигурным катанием и мне нравится фигурное катание потому что здесь можно получать много медалей разных и это очень все красиво и хорошо и здоровье хорошее заодно я научилась ну улыбаться танцевать на льду прыгать прыжки я начал заниматься фигурным катанием в четыре года ну на этих соревнованиях ну все хорошо откатали у всех были волнения все получили удовольствие мне очень нравится заниматься фигурным катанием я уже в четыре лет начала заниматься фигурным катанием я хочу еще сказать большое спасибо тренеру Руфине Алексеевне она меня всему научила заниматься и мне очень нравится по итогам соревнований были определены лучшие спортсмены в трех возрастных группах среди победителей призеров оказалось большинство представителей Минска и Пружанской школ фигурного катания катков много а тренерский состав не очень-то увеличивается здесь надо будет руководство фигурного катания и вообще министерство спорта на это обращать внимание с тем чтобы появлялись молодые тренеры вот где построены катки а мы мастерство придет хорошие дети растут сейчас и по мастерству уже в таком возрасте двойными прыжками с хорошим скольжением это все благо построенных дворцов спорта самые маленькие ребята это в основном представители регионов это очень радует когда мы начинаем рассматривать последние тенденции в фигурном катании белорусском среди молодежи и детей вы знаете если и будет олимпийский чемпион будет и с Брестской областью здесь пять школ фигурного катания у вас у вас фантастическая область фантастическая область Брестская потому что здесь в Бресте есть фигурное катание в Кобрине есть фигурное катание в Березе есть фигурное катание в Пружанах есть фигурное катание и Барановичи пять пять центров где действительно сейчас есть девочки мальчики которые выезжают из тех же самых Пружан на международное соревнование и вы знаете мало кто их умудряется победить они у нас возят пока медали дай бог чтобы это было дальше третий этап звездочки пройдет в Гомеле в феврале и затем в Минске состоится финал по итогам которого будут определены лучшие юные спортсмены и сильнейшая региональная школа по фигурному катанию в стране и в завершении информация для любителей спорта с февраля на стадионе Дубова спорт по улице Гаевой начинает работу тренажерный зал за подробной информацией можно обращаться по телефонам которые вы видите сейчас на экране наша программа завершена я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok